Агротехнический допуск на сегодня это 20% плюс-минус от заданной величины. Наши машины все обеспечивают попадание в зону 10%, ну а те, которые оборудованы компьютерным управлением, они обеспечивают отклонение от заданной паланты протравливания не более чем на 2-3%. Важнейшим элементом выращивания сельскохозяйственных культур, важнейшим элементом технологии является защита растений на всех этапах выполнения, собственно, технологического процесса этого. И начинается эта защита растений непосредственно с семян, подготовки семян к посеву. Для того, чтобы впоследствии при попадании семян в почву их защитить от болезней, от вредителей, которые находятся в почве, производится такое мероприятие, которое называется протравливание семян. Задача этого технологического процесса состоит в том, чтобы на каждую семянку зерновых, зернобобовых культур нанести небольшое количество ядохимиката, который должен к этой семянке достаточно хорошо адгизироваться, то есть, грубо говоря, прилипнуть, и потом в почве создать биоцидную зону, которая будет, собственно, и защищать эта семечка от воздействия вредителей и болезней. Для того, чтобы осуществить такой процесс протравливания семян, необходимо использовать соответствующие машины. Задача этих машин – взять семена, транспортировать их в специальное устройство, которое называется камера протравливания, и в ней обеспечить качественное напыление ядохимиката на семена, именно в той дозе, которая рекомендована агрономами и разработчиками ядохимиката. Для выполнения этих работ у нас есть несколько машин. Машины эти имеют разную производительность, по разному типу технологического процесса построены, но базовым и флагманской моделью, скажем так, является машина PS-20. Машина PS-20 выпускается в трех исполнениях. Здесь вы видите на выставке две машины из этих трех. Самая мощная, самая производительная, самая, скажем так, обладающая максимальным количеством всевозможных функций – это машина PS-20 Super. Производительность ее составляет 25 тонн в час на пшенице. Технологический процесс выполняется по камерному типу. То есть есть специальное устройство, которое называется камера протравливания. И именно здесь выполняется процесс напыления ядохимиката на семена. Причем эти напыления идут каплями строго определенного диаметра и в таком количестве, которое необходимо для обеспечения попадания хотя бы одной капельки на каждое семечко. Вообще сам технологический процесс выполняется в автоматическом режиме. Задача оператора состоит только в том, чтобы следить за уровнем ядохимиката и воды в баке и управлять направлением движения самой машины, что осуществляется с помощью рулежных колес. Машина работает полностью в автоматическом режиме. Она управляется датчиками и эти же датчики обеспечивают включение и выключение тех или иных механизмов в зависимости от того, есть ли зерно, должен ли выполняться технологический процесс или, например, машина должна куда-то подъехать в поисках зерна и начать выполнять загрузку и, соответственно, протравление. Кроме камеры протравления и бака, здесь имеется у нас несколько устройств, которые обеспечивают дополнительные функциональные такие возможности, а именно машина должна взять семена из бурта. Для этого используется загрузочный шнековый транспортер. Должна загрузить эти семена в бункер предварительного накопления и после выполнения технологического процесса выгрузить их в загрузчик сейлок и дальше семена транспортируются на поле, сейлки загружаются и, собственно, высеваются в почву. Для того, чтобы машина перемещалась и обеспечивала непрерывную подачу семян для технологического процесса, здесь используется самоход, который имеет две скорости – рабочую и транспортную. Рабочая скорость – это порядка 6 метров в минуту. На этой скорости машина подъезжает ближе в борт для того, чтобы обеспечить беспрепятственный и непрерывный поток семян в бункер предварительного накопления и в камеру протравливания. Очень важным элементом является согласование количества подаваемых семян в камеру протравливания и количества рабочей жидкости, которая попадает в эту камеру, потому что одним из важнейших параметров технологического процесса является такой показатель, который называется полнота протравливания. То есть это насколько точно выдерживается количество ядохимикатов в единице навески семян в соответствии с заданным агрономом и разработчиками пестицида параметрами. Оптимальным вариантом является стопроцентный результат, то есть то количество ядохимиката, которое должно было быть внесено на единицу массы семян, оно должно со стопроцентной точностью соблюдаться. К сожалению, современная техника стопроцентный результат никогда обеспечить, наверное, пока не может, но мы стремимся к тому, чтобы максимально сузить диапазон разброса значений вливаемой жидкости для обеспечения точности полноты протравливания. Поэтому эти машины дополнительно к обычной системе подачи жидкости еще комплектуются компьютерным дополнительным устройством, которое вне зависимости от действия оператора само поддерживает точность количества дозируемой жидкости, и в этом случае полнота протравливания приближается к 100%. Вот эта машина, о которой я рассказал, это машина PS20 Super, и она является наиболее совершенной, наиболее функциональной, наиболее производительной всей линейки. Следующая машина из этой линейки – это машина PS20 Standard. В отличие от PS20 Super, здесь производительность 20 тонн в час. Несколько меньшего диаметра используются загрузочные выгрузные шнеки, соответственно, меньше машина потребляет энергии. Весь остальной технологический процесс, касаемый камеры протравливания, касаемый бункер предварительного накопления, то же самое касаемо системы управления датчиками, то есть полностью автоматическая машина. Здесь все точно так же выполнено, как и у PS20 Super, но машина несколько дешевле. Машина позволяет выполнять те же технологические операции с тем же качеством, что и у PS20 Super, но чуть подешевле и чуть меньше в габаритах, скажем так, по железу, по материалоемкости. Как и предыдущий образец, эта машина может комплектоваться компьютерной системой подачи рабочей жидкости, точность дозирования, точность соблюдения полноты протравливания здесь тоже приближается к 100%. Кроме 20-тонных машин по производительности, в нашей модельной линейке есть, в модельном ряду есть еще машины с производительностью 10 тонн в час и 5 тонн в час. Эти машины обладают, выполняют технологический процесс по нескольной схеме. Если здесь у нас машины камерного типа, то 10,5 тонн в час – это машины, выполненные по технологической схеме шнекового протравливателя. То есть там отсутствует как таковая камера протравливания, но сам технологический процесс выполняется непосредственно в шнековом транспортере, который забирает семена, проводит их под специальной зоной, где находится форсунка, которая распыляет подаваемую жидкость, опять же на капле определенного размера, и наносит на движущиеся в шнеке семена. Таким образом, при отсутствии камеры выполняется технологический процесс в шнеке и далее за счет перемешивания ядохимикат распределяется более равномерно в потоке семян и на выгрузке мы имеем уже качественно протравленные семена с допуском по полноте протравливания, соответствующие агротехническому.